Товарищи очень часто интересуются, почему Рабочая партия России выступает за 6-часовой рабочий день, какие к этому есть предпосылки, обоснования. Все как-то привыкли, что у нас уже более 100 лет 8-часовой рабочий день. Все считают, что это норма, так и должно быть, и, собственно, менять больше нечего. Можно было бы, конечно, товарищей отправить к первому тому капиталу Маркса для ознакомления. Там, в принципе, этот вопрос рассмотрен. Но Маркс писал давно, да, надо взять что-нибудь более современное. Поэтому я хочу предложить вот такую книжку 2016 года, написанную профессором Золотом, как раз которая посвящена сокращению рабочего дня, причем не просто сокращение, потому что это кому-то из рабочих хочется, чтобы поменьше работать. Нет, это очень важно для современного экономического развития. То есть для развития страны необходимо сокращать рабочий день. Тут даже специально на обложке изображена небольшая шкала, замечательная, да, где как раз показывается, что в 19 веке был 11,5-часовой рабочий день. В 20 веке уже 8-часовой рабочий день. У нас уже 21 век и давным-давно пора переходить на 6-часовой рабочий день. Кроме книжки можно еще порекомендовать очень хорошее выступление автора, профессора Золотова. В 2018 году, после того, как была принята у нас пенсионная реформа, и нам всем докинули плюс 5 лет к нашему трудовому стажу. И также есть небольшое пояснение по поводу предложения Медведева по поводу 4-дневной рабочей недели. Оба линка я подкреплю под роликом, можете с ними ознакомиться. И сбоку, в углу экрана все будет. Смотрите обязательно очень интересные, небольшие, популярные лекции. Итак, по самой книжке. Главный способ, который использовал автор, он взял и почитал количество отработанных часов. То есть, сколько человек отрабатывает за год в часах. Не за неделю, не там за день, а именно за год. И сложил все эти часы. Также он сложил и почитал все эти часы в других странах Европы. И не только Европы, а вообще по миру. И пришел к интересному выводу, что даже официально наши рабочие работают больше, допустим, чем рабочие в странах Европы. А с учетом переработки, что у нас официально, да, сейчас статистика дает о переработке. Не говоря уже о том, что у нас очень много переработок вообще не попадает ни в какую статистику. Плюс, опять же, мы добавляем еще 5 лет стажа, который нам принесла пенсионная реформа. И сравнив все эти цифры, автор приходит к тому выводу, что в России работает очень много, гораздо больше, чем в других странах. Здесь есть подробные таблички с рассмотрением всех-всех стран и всех-всех данных, по которым проводились расчеты. И, естественно, как итог, да, какой можно сделать вывод из всего этого, что сокращение рабочего дня до 6 часов не просто объективное требование, которое нужно рабочим, но это требование для развития экономики. Потому что если рабочий работает медленнее, он меньше устает, меньше болеет, соответственно, у него повышается работоспособность, он более сосредоточен, более внимательный, ниже количества брака и тому подобного всего. Все эти данные приведены в книжке. Огромный список литературы. Здесь как отечественная, так и иностранная. Каждый желающий может ознакомиться с первоисточниками, откуда брались цифры и данные. Книжка небольшая, всего 185 страничек, но, к сожалению, здесь много цифр, много экономики, поэтому так легко и просто за один вечер ее прочитать не удастся. Надо готовиться, что чтение данной работы займет у вас несколько дней. Итак, книжку можно скачать бесплатно на сайте Фонда Рабочей Академии. Линк также под роликом. Смотрите, скачивайте, читайте. Там все ответы по поводу того, почему надо сокращать рабочий день. С 8 часов еще ниже. И на самом деле 6 часов это не предел. Современные расчеты по разным специальностям, разным городам России показывают примерно одинаковый результат. Современный рабочий вырабатывает свою зарплату, отрабатывает буквально за первый час-два свои работы. Остальные 6 часов как минимум он работает на прибыль работодателя. Поэтому сокращать надо рабочий день не то, что там до 6 часов, а можно спокойно сокращать уже до 4. Читайте, вникайте в суть проблемы и задавайте глупых вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok